Я говорю и показываю премиум плагины от Крокоблок. Плагины способны сильно улучшить конструктор страниц Elementor Pro на WordPress. В этом видео я продолжаю обозревать элемент от Крокоблок JetBlocks. Вы можете сами посмотреть на демонстрацию данного элемента. Ссылку я оставлю в описании под этим видео, а также на моем сайте fedorvasilev.com. Вы перейдете здесь продукты и перейдете JetBlocks. JetBlocks предоставляет разные элементы авторизации, регистрации на сайте, боковой кнопки, хлебных рожек, меню и так далее. В этом видео мы рассмотрим сразу несколько элементов. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Я перехожу на свой тестовый сайт. JetBlocks у меня установлен. И давайте рассмотрим несколько элементов JetBlocks. Я перейду в шаблоны от Elementor Pro. Здесь у меня создан блог. Перейду в архивы. Есть у меня вот такой блог. И на основе этого блога рассмотрим модули авторизации и регистрации на сайте. Если вам нужно публично, чтобы прямо с сайта человек мог авторизоваться, регистрироваться на вашем сайте WordPress, эти виджеты вам, конечно же, очень сильно помогут. Вот у нас JetBlocks. И давайте сразу несколько рассмотрим. То есть вот первую плитку я перетаскиваю в правую колонку, в свой сайт бар. Это у нас будет такого вида с ссылками, знаете, логин, то есть войти на сайт, выйти, регистрация и так далее. Скорее всего, подходит именно для горизонтальной области, более большой. То есть в сайт баре ее все не видно. Вот такие ссылки, если вам нравятся, то вам этот момент тоже подойдет. Также здесь у меня в блоге нужны хлебные крошки, так называемые. То есть это путь, показано, где находится человек. И это хорошо для SEO-оптимизации сайта. Здесь тоже есть такой плагин, называется Bradcrumbs. Обычно он размещается где-то вверху вот здесь. Сейчас мы его тоже бегло пробежимся, посмотрим. Дальше вот сюда перенесу я логин, форум. Это такого вида имя пользователя, пароль, вход. То есть вот если вам нравится такого вида, сразу рассмотрим его. И если нужно, чтобы прямо с сайта была возможность регистрироваться, то вот у нас есть плитка, где надо ввести имя, электронную почту, пароль, подтверждение пароля регистрации. Вот давайте нажмем обновить страницу и посмотрим, что у нас получается. Так как я захожу как администратор, у меня будут вот такие здесь надписи. Вы уже авторизованы, вы уже зарегистрировались. Это нормальная история. Также давайте начнем вот с этого. Привет, Федор Васильев. Выйти есть и мой аккаунт. То есть если я нажму выйти, я действительно выйду с сайта. Меня перебрасывает на внутреннюю страницу с записи. Куда человека перебросить, вы можете решить в настройках данного виджета, указав ссылку, там, например, на главную страницу или куда хотите. Также мой аккаунт у меня никуда не ведет, потому что я не указал ссылку. Сейчас я вот здесь вот авторизую. И давайте посмотрим настройки. Настройок здесь не особо много. Рассмотрим сначала вот этот горизонтальный вид авторизации на сайте. Показывает ссылку авторизации. То есть можно скрыть, тогда здесь ее не будет показано. Также URL страницы авторизации. Можно указать. Текст, логин, если не хотите использовать это слово, меняется здесь. Иконка меняется здесь. Любую можете загружать. Вот эта маленькая иконочка. Уже имеете аккаунт. Можно текст поменять на свой. Вот этот текст, который у нас вот здесь находится. Здесь ничего сложного нет. Все на русском языке у нас с вами здесь. Выход из аккаунта также настраивается. Если не надо показывать это, кнопка «Выйти спряталась». Если нужно оставить, то можно здесь тоже текст поменять. Иконку поменять. Перенаправлять после выхода из аккаунта. Можете решить главная страница. Как вы видели, меня перенаправляла на внутреннюю запись. Текущая. Или пользовательский URL. И здесь можете задать адрес страницы вашей, куда должно перенаправить человека. Также префикс выхода. «Привет» здесь написано. Можно тоже поменять на свой. Дальше аналогичную регистрацию страницу вы настраиваете. Думаю, здесь ничего сложного нет. URL страницы регистрации. Аккаунт. Можно настроить URL страницы аккаунта зарегистрированного пользователя. То есть, чтобы человек нажал на «Мой аккаунт», наверное, нужно будет создать какую-то дополнительную страницу, куда человека перебросит. И можно настроить порядок. Порядок располагаемых кнопок. Давайте еще сразу посмотрим «Бред Крампс». Здесь, в принципе, настроек особо нет. То есть, это хлебные крошки, расположение хлебных крошек. Давайте я обновлю. То есть, вот здесь у меня показан путь. Видите, главное. И джумла. Я нахожусь в рубрике «Джумла», категории джумла. Здесь, по сути, мы просто размещаем хлебные крошки в эту область. Надо будет также это разместить, например, в развернутой статье, в шаблоне. И как бы все. Здесь настраивать особо нечего. Давайте с вами перейдем дальше. Именно вот это вот. Вы уже авторизованы. Перехожу в настройки. Здесь, по сути, только вы меняете названия, если они вам не нравятся, на свои. И можно включить еще ссылку «Восстановление пароля». Здесь на русском надо будет написать. Давайте посмотрим. Я зайду с другого браузера, как неавторизованный пользователь. Вот эта ссылка. Я не помню свой пароль. Если я кликаю, увидите страницу WordPress, где человек в реале сможет ввести имя пользователя или email и получить новый пароль. Также давайте рассмотрим с вами именно модуль, виджет, авторизации и регистрации. Здесь тоже вы видите, что особо настроек нет. Только можно заменить названия на свои, если вам это нужно. Можете оставить такие, как здесь есть. Здесь, в принципе, все нормально написано. Единственное, только здесь перенаправление после регистрации вы также можете решить на произвольный URL, текущая страница, главная страница. То есть после регистрации. И мы с вами протестируем сейчас с другого браузера именно как работает регистрация. Кстати, чтобы вот этот виджет вы увидели, у вас на сайте должна включена быть в самом WordPress возможность регистрироваться. Я вам покажу, если вы не знаете, где это. Это настройки. И вот здесь вот членство. Любой может зарегистрироваться. Поставьте галочку, если хотите, чтобы у вас регистрация проходила. Дальше пользователи. Смотрите, вы видите только меня здесь. Сейчас здесь появится новый пользователь. С фронтальной части сайта мы произведем тестовую регистрацию. Имя пользователя я назову тест 4. Электронная почта. Пароль. Пароль подтвердить. И нажимаем регистрация. Меня перенаправляет на страницу. И мы с вами обновляем админскую часть пользователей. Вот появился тест 4. Регистрация проходит. Попадает этот пользователь в категорию подписчик. Это тоже можно настроить в WordPress. В общем, все здесь работает. То есть вы должны понимать, на ваше усмотрение, вы можете какой-то только один из этих виджетов использовать. Не обязательно использовать все, как я это сделал сейчас. На самом деле просто демонстрация. Вы для себя просто решайте, какой вид вам нужен. Горизонтальный вот этот вверху. Меню вертикальный. Из этих джет-блокс мы с вами не будем рассматривать сайт-лого. Это как бы, ну, просто логотип. Меню не будем рассматривать, так как меню мы будем с вами рассматривать. Мега-меню в следующих видео, где очень крутое отдельное есть меню от Кракоблок. Поиск мы не будем с вами рассматривать. Мы уже рассмотрели очень крутой Аякс-поиск от Кракоблок. Мы с вами рассмотрим сейчас еще вот этот вот элемент. Это такая некая боковая колонка. Давайте посмотрим ее. Можно разместить где хотите на странице. Вот такая кнопка. У нас выскакивает боковая панель. То есть если где-то хотите что-то такое разместить. Давайте посмотрим настройки. Здесь иконки меняются также легко. Иконка закрытия. То есть это когда у нас открывается вот здесь вот крестик закрыть, можно поменять. Текст далее, который у нас на самой кнопке меняется здесь. Расположение. Вы видите кнопка сейчас слева, по центру справа. И что отображать? Нужно создать шаблон в Elementor Pro. Что вы хотите отображать в боковой колонке? Я, например, сделаю вот такой вот шаблон у меня есть. По клику, вот видите, у меня открывается такой «Скоро». На самом деле вы можете создать шаблон в Elementor Pro. И туда разместить, например, вот эти виджеты авторизации, регистрации на сайте. А вот эту кнопку «Далее» поместить где-нибудь вот сюда в шапку, чтобы она удобно смотрелась. И здесь у нас еще есть настройки. И, например, здесь есть эффекты. То есть это эффекты, как появляться будет вот эта наша панель. Есть еще «Зум» это увеличить. То есть вот так вот это увеличивается. Эффектов на самом деле не так уж и много. На этом данное видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем.